короче ставим рекорд скорости на льду остановили конечно я тут как полу нелегал здесь по идее нельзя находиться вот но сейчас я снова здесь рядом на вторынке вот решил заехать так сказать добить было пофигу на страхи на медведей на волков просто я уже лишь бы дойти что-то куча ошибок загорелась вообще просто гора высыпала просто как горох а в д руль ружья нарисована так курсовая устойчивость потом вот эта шина уже перечеркнута может сейчас реально колесо проколол все моргает сейчас уже что-то посерьезки ладно пойду смотреть здесь вроде все целое может на волне на какой-то опять компьютер с ума сошел блин это ошибок дофига загорелась ну-ка сейчас попробую завести там и чек был прочитать кстати надо было сразу чек прочитать не чек продолжает гореть сейчас сейчас будем читать но ошибка по третьему цилиндру горит но машина вроде как не троит а еще не это не закончилась проверка все одна ошибка бросить что-то там вся гирлянда загорелась на что-то не сбрасывается ну-ка перезагрузка что это вообще с ума сошла машина ну ё-моё блин ничто не предвещало беды как так чек горит и ну-ка еще раз попробую а по третьему цилиндру все-таки горит ошибка ты продолжает гореть ну чё пойду сейчас откручивать смотреть что там с катушкой так ну там в цилиндре суха колодка ну да тут видно он шьет здесь не будет видно там внутрянку прошивает ну чтож сейчас посмотрим помогли бы помогли ли моей манипуляции что-то нифига ничего не погасло к на троит вообще нет машина и машин это главное не троит даже круиз включается ё-моё не знаю что делать какой-то автомагазин бы найти может он автомаркет просто блин это оказалось они автомаркета алка маркет говорят напротив храма здесь какой-то тракторный магазин что-то я здесь ни одного храма не вижу попытка отремонтировать значит катушку зажигания вот таком виде она пролежала полчаса пока на обеде мы были сейчас попробую значит салфетушками протру и будем запускать в общем силиконовая смазка не помогла к сожалению ошибка остается машина то есть работает вообще без перебоев фига узнает почему ошибка так жестко сидеть сейчас вот сбрасываешь потом хоп обновляешь тут же она сидит вот принимаем стратегическое решение ехать так еще у нас много есть вариантов ремонта ну конечно лучше поменять катушку но здесь пока не вариант то есть в иркутске можно будет поменять а так еще фуму лента изолента синяя герметик силиконовый еще короче вариантов масса так что едем пока по поведению машина вообще никак только гирлянда маленько светлее стало в салоне гирлянда горит и все вот но надеюсь надеюсь доедем на донхон и обратно и в иркутске уже я точно поменяю потому что с такими гирляндой даже машину продавать не очень удобно показывать придется прятать за очками и здесь все в изоленте будет решили здесь вот традиция виде такая хорошая остановились возле орла решили ритуал сделать чтобы машина доехала хорошо чтобы не сломалась катушка окончательно потому что вроде пока не троит не чувствуется вот такая вот фигурка здесь стоит вон тачка ну красотища конечно вообще просто ленточки привязываются священные места в общем всякие традиции вот бурятские шаманы здесь движение наводит потом буддисты ну в общем кто разбирается вон орел просто супер-овар короче гирлянда у нас потухла рома горит байкальский воздух хорошо действует на орле постояли маленько а так я же это сделал надеюсь никто пирамидка мы сейчас не развалит кто-то на ренджи на на ехал здесь пирамидку большую себе построил тут и не один вот это было бы на байкале отдыхал дорога с тех пор немного поменялась он прадик вообще куда-то выезжает в сторону вот эти домики в сутки стоят на тысяч 5 до доме минимум думаешь меньше а зимовье вчера да бесплатно так тут блин на дороге считая здесь постоянно как на магистрали а там вообще просто только комары съедают мой нормально вот такие вот своеобразные знаки а это фотографировать можно сосульки бычки таким вот способом выкидывать здесь запрещено мусор только в урну туалеты только использовать и передвигаться на автомобилях только по ледовой переправе либо по суше вот так вот она идет мы сейчас находимся со хюрта здесь вот и нам нужно сюда вот доехать а дальше уже по дороге поедем а вообще летом проходит туда сюда доезжаем и здесь на пароме получается преодолеваем вот этот отрезок и дальше уже по дороге едет короче ставим рекорд скорости на льду на китайской даже не помню как она бмф или как она бкт резине с ваще пацаны блин по льду просто это невероятное ощущение Да, там что-то моргает машинка Это что значит? Это значит, что опасность Галактика в опасности А тут какое ограничение скорости? Тут действует вообще? О, вон на великах Пацаны на великах Яндекс еда видел? С желтыми рюкзаками Смотрите, пацаны Какая здесь эта функция есть Когда тормоз зажимаешь на льду Да, АБСК здесь не справляется И аварийка в два раза чаще моргать начинает Чем обычно Видите, хоп, перестало То есть я аварийку не включал Давайте выйдем, посмотрим Дорога, из чего здесь состоит Это мы поэтому сейчас ехали Уху-ху Здесь реально на шпагат учиться садится И она такая гладкая Такая скользкая Тут газ жмешь, короче А она сразу АБС-ка срабатывает На таком покрытии О, ну-ка, если стабилизацию отключить? А, ну она просто А не, все равно включается Нифига он хрупкий, тонкий, хрупкий, да? Интересно Людины такие интересные Да, вот такое вот явление природное Кто-то здесь каждый день ездит на рыбалку Там еще куда-то И уже не замечает этого А мы как эти, орангутанги здесь Съехали немного с дороги Сейчас было, конечно, ссыкотно Но вроде там не было ни таросов Ни промоин никаких А вод тоже накапало Сорян Здрасте, что, опять у нас камеры выросли, да? Отель, отель, короче, 2000 ноч Нормально здесь, ну, небольшие такие, да? Опасности А что здесь, почему так это Вода, вот, я думаю, у нас в гаражах Тоже вот все это течет, замерзает Но не так Как-то не так все это А он прям хрупкий какой-то здесь И прозрачный получается лед Чистый потому что Потому что у нас грязная вода Да, и вот это, как будто стекло Особенно вот там, с той стороны И там, смотри, вон, видишь, что-то замерзло Даже успело замерзнуть Какие-то А, это травинка, да? Ты думал, букашка? Я думал, да, какие-то букашки здесь что-то замерзают Что, сломаем Байкал? Сейчас как бы он нас здесь не сломал Смотрите, вот это выезд с озера на сушу Пужир, да, здесь называется? Внедорожные качества нам помогают Без них бы мы, скорее всего, не справились Допустим, на Форденок Вот это, да А так бы пришлось ночевать там Где-то на льду Да, спасибо, ЦРВ Это у нас очень круто Да, Хонда классная тачка вообще Ну вот, пенаты Такие вот, в принципе, тепло Ну, конечно, с улицы зашли Но теплее, чем в первой О, да, здесь батарея горячая В первом помещении мы зашли, где ресепшн Там вообще прохладненько было Вот еще помощника взяли Будем, короче Здесь прожевать запах Здесь такой прям деревянный Принесина, да? Да Все по минималке вообще То есть потолок по минималке вот буквально Чуть повыше Валую сюда не зашел бы Самый дешевый вариант был Получается по 9 соток Душ не включен, Wi-Fi нет Еще в нашем расстаряжении Такой замечательный чайничек Которым мы сейчас и воспользуемся ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как думаешь, что это такое? Почему этот ворог документов здесь лежит? Ну, я прошу кочу А? Проскочу Чего прослечил? Остановили? Конечно! И что сказали? Меня остановили сейчас? А, не сейчас, не на посту До этого еще гаишники стояли Остановили, короче Ну, здрасте, как все Как всегда Даю водительское удостоверение Открываю Думаю, ну не ПТС Пластик даю ПТС пока положил Доставаю там договор Ну, надо, что это Смотрю, страховка упадывает Даю нафиг страховку Начинаю копаться в договорах Там же там договор комиссии Всякая херня у меня И сам думаю Какую бутылку Большую или маленькую И он вымерет И пока я копаюсь Он, счастливого пути То есть там пластик На старого хозяина еще собственника В страховке уже Ну, я собственник уже И я вписан И он, ну, видимо Может ему пофигу Или я не заметил Я скорее всего пофигу Может он на пьяных чисто, да? Вот Короче, блин Я это У нас сиркутские сотрудники ДПС Они нормальные мужики Нормальные, да? Да Все понятно Ну, вот Короче, вот так, так Это маленькая Это не рпенок тебя спас Отдай Отдай мне еще ехать 20 километров Ну, все Поехали Тут больше ДПС Не будет Не будет Но все По зеленке На связи Короче За 6 Больше 6 тысяч километров Я уже проехал Первый раз И инспектор ДПС Решил Поинтересоваться Все ли у меня в порядке Значит, посмотрел по объявлениям Есть катушка бэушная Здесь в Иркутске За 1000 рублей Вроде такая же Но перед этим Я попробую поменять местами Сейчас С заведомо нормальной катушкой Чтобы понять Может это проводка Какая-то до там Самой катушки Это нормальная свеча Видите Которая не пробивала Она белая Здесь видно Что она с желтым Таким налетом Наверное, если что И свечу придется менять Так, вторую С третьей Поменял местами На всякий случай Чекнем масло Масло черненькое Но все в уровне Итак, друзья На фоне меня Иркутский автоград В итоге там я нашел Колпачки Вот видите Сюда новые уже одел Вот еще один взял Про запас Стоимость 100 рублей Мягкие такие Еще продавцы там Сказали, что есть Подозрения на свечи И там у меня Жесткие какие-то Лютые Лютейшие Просто стоят Свечи иридиевые Чуть ли там Не 2500 за штуку Самые дешманские Там 1700 Оригинал нашли Ну, они там искали Не я А Bosch вроде как По 700 есть Ну, типа иридиевые Но они плохие Не советуют Вот Но надеюсь Все эти колпачки Что рублевые Мне помогут И мне не надо будет Заморачиваться Мне же надо будет Свечник покупать Итак, друзья По техническим причинам К сожалению Пришлось прервать Съемку Прошлый раз Вот Но сейчас я снова здесь Рядом на вторую Рынку Вот решил Заехать Так сказать Добить Чтобы представление Было полным О том Что вообще Сколько здесь стоит И какой Откуда здесь тачки Сюда гонят И что продается Что нет Вот X-Trail Смотрите На фарах Такие странные Штуки А, это покрашено Цена Цены нету Вот Миллион 65 Стоит X-Trail До 13-го года Черный Высоковат на этих колландерах, хотя машина красивая. По короне на решетке радиатора я догадываюсь, что это Toyota Crown. Гибридный аппарат, миллион шестьсот, кужев, ровная краска, пятьдесят тысяч километров. В России с девятнадцатого года один хозяин, четырнадцатый год. Так, а что-то этот привод не указан на какой, наверное, задний. Ну, салон, кстати, вот такой велюровый, типа как на CR-V даже, вот я бы сказал. Такой материал, такой на CR-V черный. Колеса четырнадцатого года, бриджи 215, 65 на 16, как на Camry размер. Ну, салончик, да, красивое дерево такое, стилизованное, знаете, с такими линиями. С прострочкой, кстати, от рейндж-ровера взяли вот эту моду, панель с прострочкой в виде торпеда. Ну, по состоянию, конечно. Вот этот кружочек, что, это год-месяц, да? То есть, типа, 31 число пятого месяца, кто что вообще думает? Вон, тоже 5,31 на лобовике. Много легенд вообще входит про эти цифры. Но дело в том, что ей там есть цифры 32. Вон, один косячок нашел. И, наверное, бампер вмят был, видимо. О, фар детский. В этом, в Кировске, такого смотрели, Дима показывал. Тринадцатый год, 1165. Так, здесь вот что-то маленько подоблезло. Но это не этот, не заводской элемент. Там пластинка какая-то. Руль от фокуса, как Валера сказал, маленький, скромненький. Но кнопок тоже достаточно там. Ну, по ценнику, я бы сказал, что на Западе такие машины подешевле стоят. Я так посматриваю иногда тоже, краем глаза. Вот это красивая машина. Хонда. С красными стапаками, с такими вот это, эти, разъезжающиеся двери. Это вообще топчик. Но здесь, конечно, салон просто божественный. И комбинированная вот эта кожа с материалом, но не с тряпкой. Типа велюр, не велюр, непонятно что-то. Подлокотничек в идеале. Сколько стоит? Миллион четыреста такая стоит. Здесь маленькая дверь, как будто не до конца закрылась. Зазорчик есть. Так, ну я предлагаю прикоснуться к великому и ужасному Land Cruiser. От переднего оптика отличается комплектация вот Brownstone, да? Колесики, ну, такие, как бы, средние уже изношенности. Кому вообще как, ребят? У кого какое мнение, вот эта оптика нравится? Мне вот она, если честно, китайскую напоминает. Не, ну так, конечно, классно. Я бы хотел такой иметь, кружак. Даже с такой оптикой. Но как-то вот, чё, чёрные моменты, вот эти мне не очень зашли, если честно. Ну, чё здесь, дизель, пятнадцатый год. Ну, цены, к сожалению, нет. Один собственный, ПТС-оригинал. Пакетики внутри и пакетики вот на третьем ряду сидений. Кружак есть, кружак. Классика жанра. Ну, вот этот парадик, кстати, поудачнее выглядит. Здесь, чё, и спереди, оптика, чё, и сзади. Не, это тот же хозяин, видимо, продаёт тоже дизель. Такая же распечатка там, но и цены тоже нет. Туманка, правда, потеет. А, тут, видимо, весь ряд человек, вот, Тойотами занимается, дизельными. Весь ряд без цен. Ладно, пойдём посмотрим, чё есть с ценами. Так, ну вот наша тема. Московская гвардия. Ниссан и Митсубиши. Вот буквально недавно я смотрел вот такие Митсубиси. Аутлендеры, помните, в автосалоне в Питере. Давайте сравним цену. Здесь стоит 930, да, машина? Ну, вот так вкратце пробежимся по ней, да? По этим, по нюансам, по всем, по нашим. Ну, шины такие, как бы, уже летние, можно сказать. Здесь вот присутствуют сколы, царапки. Мухобойка одета. Мухобойка здесь вот в сколах, да? Ну, я не придираюсь, я примерно вот так вот составить. Впечатление. Вот покраска бампера вот такого качества, смотрите. Туманки-то родные такие, мне кажется, уже поменяли. Лабаж с трещиной. И он не оригинал, я насколько понимаю, автоматив. Так, ну здесь косячок, здесь вот подтыканные вот эти над лобовиком, видите? Ну, там по всему лобовику так и идут. Ну, комплектация хорошая здесь, вот тут бесключевой доступ. Кожаный салон. В принципе, руль живенько так выглядит. Там Outlander, я помню, такие смотрел. Но дешевле, дешевле намного. Ну, там и косяки были посерьезнее, если честно. Здесь уже либо исправлены, допустим, да? Либо их тут и не было. То есть, там на одном бочина продрана, да? Здесь, если есть, всего лишь вот царапки вот такие, да? То есть, арочка. Ну, вот арочки вот так выглядят, да? Бампер тоже здесь вот такой у качества покраски. Герметик лежит. Ну, и жучки такие все-таки присутствуют. Хочется полиролику взять, первый номер будем потерять. Ну, вот еще два москвича стоят. Вот мазочка. CX-5. Что тут можно по ней сказать? Ну, 12-й год. Родная краска заявлена. 1,85 цена. Автообмен. Тут трещинка пошла по лобовику. И в лобовик пришел. О, саповский лобовик. Потом, что еще присутствует? Трещина вот на бампере. Внутри фары. Что-то или это внутри, или снаружи надо полирнуть. Полироль просится сюда. Насиликоненные колесики. Покрашены суппорта на скорую руку серебрянкой. Здесь пушится краска, получается, на диске. Здесь сколи. Сколи небольшие. Сколи. В багажнике уже колеса любезно лежат. Вот. Заберите. Только заберите, как говорится. Здесь в отсеке заднего хода присутствует запотелось. Запотелось небольшая. Здесь что-то желтое про это проглядывается. Непонятно. Какой-то налет под значком. 12-й год. Миллион, да? В принципе, вот это конкурент моей Хонде, можно сказать. Тоже есть фотки, да? Свои, да? Ну и там уже кто что выбирает. Кто Хонду, кто Мазду. Я не знаю, блин. Кстати, чехлы могут снять со своей Хонды. Что-то, возможно, кого-то они пугают. Так, ну по Прадику что можно сказать. Восьмой год. 4 литра. Максималка. Миллион 488. Так, ну за такую цену он должен быть просто как новый. Но фары, видим, уже такие. Далеко не новые. Гуляет Шагрень по нему. Здесь вот видите, здесь просто крыло как-то некачественно покрашено, наверное. Кратеры такие огромные. То есть на сколы это все не похоже. Лоб Мениной. За что такие бабки-то? За эти деньги можно уже следующий кузов же искать. Сиденье что-то водительское прям как новое. И фактура кожи отличается от пассажирского. Видимо, нормально в него убухали денег. Аж это сиденье там все перешитое. Ну, на мой взгляд, конечно, скромное. Либо Мениное там что-то. Потому что заднее с передним отличается. Ну так все как по фэншую, то есть без запаски. Такой Прадик 120 считается вечной машиной. Тоже покрашены вон суппорта серебряные. Трогать не буду там толщиномером или что-то там пальчиками водить. Не буду, пожалуй, по краске. Ну здесь вот с подкрылком оказия какая-то приключилась. Так, ребят, что называется, найди хотя бы пять отличий. Ну понятно, госномеров на одном из них нет. Но реально тачки одинаковые. Видимо, забрали откуда-то их из какой-то компании, скорее всего. 97 регион, это старый-старый московский регион. Ну и что-то, судя по налету, давно их не протирали. Цен, к сожалению, нет на них. О, я нашел, нашел отличия сидения. Смотрите, здесь такие сидения. Здесь немного другая фактура. Ну, точнее, совсем другая. Может быть сборка разная. Один венгр, другой японец. Да и вот, смотрите, Mark X издалека очень напоминает Camry рестайлинговую. 50-й кузов. Прямо практически, ну не один в один, но очень напоминает. Руль с желтой прострочкой, ну и вообще салон с желтой прострочкой. Фишка такая, что это все-таки не Camry, это Mark X. Вот здесь в тонировке, кстати. А, ну это у нас уже, скорее всего, делали. Окошечко такое. Ювелирная работа, тонировщиков. Миллион триста семьдесят. Ну и чуть шире он, чуть шире, чем Camry. Ну так очень напоминает прям передняя часть. Вон Toyota Fielder, местный этот. Местный E-HIT. То есть здесь очень популярная такая машина, универсал. Ну, по сути, Corolla, да, универсал. Здесь еще и механика. Очень редкое явление. Сколько стоит? 1600, наверное. 670. Ну, учитывая, что это механика, Конечно, у нас дороговато. А вот, ребята, смотрите, грузовички. Пятый год, дизель. Соответственно, правый руль. Колеса, видимо, недавно покрашены. Черной матовой краской. Кузовочек. Немного поюзанный. Шины тоже. Ну, вот шины здесь вот такие уже грузовые. Вот, смотрите, интересный экземпляр. А интересность его в том, что это полный привод. 13-й год, видите, 4-х литровый мотор, дизель. Полный привод. Это, конечно, тема. Вот Honda, как у меня цвет. Тоже московская. Супортишки крашеные. Миллион девяносто. Вот, по моей цене считай, продает. Я сейчас миллион сто поставил. Это прошлый кузов. Тоже есть кусочки. Вот на зеркале. Вот здесь полировали, да, и видно, белая осталась. Вот Honda, как-то непонятно написано. Лобовит менее, полоска, видите. Шины у меня немного получше. Здесь вот какой-то царапина. Царапина, да. Здесь вот залом, получается, на двери. Короче, ну, Котск есть, да. Но цена, как у меня, она уже на этот, на следующий кузов. Получается, 12-й год. Сярой, родной краской. Ладно, побрел я. Пока пробки не начались, поеду в хостел. Надеюсь, удалось передать вам атмосферу рынка Иркутского. Что такое? А это камера. Камера? Может, туристы, конечно. Все на память надо. Вдруг я здесь первый, последний раз. На Матане. Матане тронулся. Одновагонный, да, одновагонный поезд. Здесь можно поспит, тоже наслаждаться какими-то пейзажами. Пути, насладись, да. Пути, насладись, да. Пути, насладись, да. Матане, блин. Вот здесь провода, на которых он функционирует. Блин, прикольно вообще. Первый раз я в поезде вижу вот такую вот тему, что задний вагон, он без этого, без маневрового, знаете. Горят сигнальные огни последнего вагона, а ты стоишь и машешь след, едва слезу скрывая, вдали мерцает слабый свет. И тишина такая, проводника я попрошу налить стаканчик. Так, тут остановочка у нас 7 минут. Матаня стоит. Ура, мы ответили. Станция Маритуй. Это люди идут на коммерческую электричку, которая стоит не 150 рублей, а 4 тысячи. 20 раз дорого. Да, но она включает вот такие вот экскурсии, включает, где гид рассказывает, на каждой станции они выходят и гуляют. Так, сейчас у нас будет самый длинный тоннель на Байкальской, на Кругобайкальской железной дороге. Я тут как полу нелегал, здесь по идее нельзя находиться, я так понял, проводница выгоняла. Станция Уланово. Станция Уланово. Смотрите, просто двор в этом порту Байкал. Сразу можно купить квартиру здесь. Так, ничего, пока не стемнело, вот, собственно, та граница. Блин, страхово здесь наступать вообще. Та граница, получается, между озером Байкал и, соответственно, рекой Ангарой. Вода черная, особо дна здесь не видно, не сказать, чтобы здесь так все прозрачно было. Туда можно дойти, вон до Лестрянки, где мы были, где мы кушали, где покупали на рынке рыбу эту горячего копчения, как она называется. Вот такой вот красивый закат. Так, итак, прошли 7 километров по вот этим шпалам, вот впереди какой-то огонек. Скажи, в шортах, брызжет, да. Вот, и мы думаем, получится ли здесь якорь кинуть, то есть есть здесь и здесь теплая флешка или что-то. Да башмак поставим, нахуй я. Очень интересно, то есть получится. Да, ну все, зато здесь сто процентов, видишь, остановка на Таньке будет. Да, получится ли у нас здесь пришвартоваться? Да получится куда, туристам все. Прогуляться мы уже... Смотри, бах. Хоть пройтись по полупрямому. Ты мне про это говорил, палатку уже ставишь. То есть, Стас хочет палатку уже здесь ставить. Да он по сути вечер только начинается, еще 10-й час. Поэтому ОП-79. Уже посидеть можно где, да? Да поспать даже можно. То есть смотри, вот в 3.19 мотание здесь проезжает. А так в 3. Нифига себе, 20 минут едет. Не, ну сидеть точно мы заебунеем. Ну что, ребят, я уже один иду. Я дошел до Уланова, не знаю как. Вообще мне хватило сил. Первый раз у меня такое ощущение в жизни, что идти просто не можешь. Я уже когда понял, что опаздываю на мотание, только тогда я начал более-менее шевелить ногами. Последние километров 6, ну у меня тупо уже болело все. Ноги просто болели. Мышцы в основном, но иногда суставы начали болеть. Начинали. Станция Уланова, 25 километров пройдена. Уже последние, говорю, 7 километров было пофигу на страхи, на медведей, на волков. Просто я уже, лишь бы дойти. Интересно, мотание во сколько здесь будет? Фух. Ну вот, друзья, к сожалению, и подошли иркутские приключения к концу. К сожалению, моя бизнес-идея потерпела полная фиаско. Машину даже ни разу не смотрели. Звонили пару, может, тройку раз. Там один раз в день. Ну, предлагали там существенный торг еще к этой самой низкой цене. Вот, я отказался. Потому что есть правило, да, если предлагают денег, типа бери. Но когда предлагают при осмотре автомобиля. А когда так, по телефону, это, я считаю, воздушное немного предложение такое. Как можно не видя, да, товар, предлагать что-то за него. Сейчас отправляюсь, значит, в Новосибирск. С Новосибирска, кстати, тоже активность была. Там у меня объявление осталось. Там писали. И звонили даже перед выездом. Ну, сейчас у меня симка вытащена была. Эти недели там три. И я даже не знаю, там звонили или нет. Сейчас, значит, приезжаю. Как раз месяц назад ровно я дал объявление в Новосибирске. Оно до сегодняшнего числа, получается, действует. И по моим расчетам, завтра вечером я должен приехать в Новосибирск. И дубасить уже по новой. И не знаю, демпинговать или что-то делать. Ну, или как-то на удачу пытаться ожидать удачи своей. Надеюсь, получится реализовать в ближайшее время машину. И отправиться на новое приключение. Потому что в Сибири уже засиделся куда-нибудь. И хочется где поюжней, потеплей. Так намекаю уже о планах своих.